Хоть мороза на улице и нет, но снег-то у нас идёт. Вот и сегодня, выйдя на улицу, первое, что я увидела, это падающий снег. Так красиво! Красиво-то красиво, а убирать кто будет этот снег? Ну да, вот как говорится, кто будет убирать. Об этом мы прямо сейчас поговорим с Алексеем Нечаевым, министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Животрепещущие темы! Алексей Сергеевич, доброе утро! У нас есть для вас несколько вопросов, и первый, наверное, самый жизненный вопрос. А на полевшем? Вообще, много ли снега пришлось убирать этой зимой? В этом году откровенно нет. В основном у нас сейчас такая проблематика, о том, что есть такой некий плюс, переход через ноль и минус. Вот это самая болезненная ситуация, которая воспринимается на дорогах, потому что дорога, как губка, это всё впитает, а потом ночью разрывает за счёт минусовых температур. Вот для того, чтобы этого не было, снег на дорогах должен быть счищен. По крайней мере, по региональным дорогам, да, у нас есть подрядчик, который имеет свой штат численности техники, людей, порядка 430 единиц работают в области. Если мы в Челябинской области, да в городе Челябинске, не наблюдали таких снежных, таких сложных погодных условий, то в горно-заводской зоне на юге Челябинской области у нас до сих пор там бушуют низовые ветра, и снег идёт. Я правильно понимаю, что 430 единиц техники снегоуборочной? Это у нас на региональных дорогах, то есть мы это посчитали. Это довольно приличное количество. Достаточно, да, тех единиц, которые необходимы для уборки всех региональных дорог, это 8723 километра сети наших региональных дорог. Очень внушительно. А вот весь этот снег с этих 8 тысяч собрали, куда вывезли? Вот давайте так, вот если по региональной составляющей, да, по нашей сети, то у нас в основном трассы проходят за городом, это скоростные отвалы, которые снег выбрасывают за проезжую часть, то есть за пределы нашей автомобильной дороги. Что касаемо города Челябинска, мы сейчас видим, да, максимальную такую расчистку правой полосы, расчистку обочины, расчистку, значит, тротуаров, расчистку парковочных площадок. И, насколько я знаю, да, в городе Челябинске существует две площадки для вывоза снега. Это улица Радонежская и улица Бродокалмарских трагедов. Что это означает, площадка для вывоза снега? Там есть спецплощадка, где стоит контролирующий орган, который принимает этот снег, который складирует. Стоит техника, которая этот снег, ну, так скажем, формирует для того, чтобы... Мне всегда было интересно, что происходит со снегом с этим образом. Как его формируют? Да, вы знаете, там все очень просто и банально. Как формируют свалку, да? Так же формируют и снег. То есть вывозят снег на площадку, которая, ну, специально предназначена для этого. То есть есть токи на нее, там, они, конечно, никуда не должны попадать. Мы понимаем, там, какие-то опасные явления, которые могли бы произойти, потому что снег не только там, он уже и грязь, и реагенты, которые используются частично для того, чтобы было безопасно проехать. Формируется очень просто, складируется, планируется, ну, и, так скажем, формируется в виде отвалов и куч, которые постепенно потом тают. Алексей Сергеевич, как ситуация со снегом обстоит в жилой зоне во дворах? Ну, вот это вот еще один такой, скажем, сложный участок, да, зону ответственности дворовых территорий мы знаем, это управляющие компании. Если по уличной дорожной сети города Челябинска, по районной сети, по магистральной сети понятно, есть подрядчики, которые уже определил проведенные аукционы, и работа эта пошла, то придомовые территории, насколько мы сейчас видим, очень сложно. Да, это в первую очередь проблема по очистке, это заставленные дворами машины, это вот организация вот этой работы внутри дворовых площадок, но существует тоже механизм, то есть мы об этом говорили, мы говорили о том, что нужно синхронизировать эту работу, у них есть такие же задачи, я думаю, что с учетом нашей помощи, там, помощи города Челябинска справимся, расчистим дворовые территории. Мы надеемся, мы надеемся, что все получится. Если можно, прям очень коротко, если южноуральцы недовольны чисткой снега, куда обращаться? Вот есть два сайта, сайт администрации города Челябинска, есть там раздел, то есть можно обратиться, обратиться с жалобой, эта жалоба уходит в обработку, в рамках компетенции уходит в то или иное направление. Также на нашем сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области есть раздел обращения граждан, мы также принимаем все любые жалобы, независимо от значимости дороги, федеральная, региональная, муниципальная. Ну, надеемся, что сейчас этих жалоб будет минимальное количество. Мы тоже надеемся. Погода нам позволяет на это, все выполняется, все идет. Будем в это верить. Алексей, большое вам спасибо за то, что заглянули к нам сегодня в студию. Друзья, мы напомним, что у нас в гостях был Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!